Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Сегодня, братья и сестры, очень интересный праздник. Зазывается он Приполовение. В чем суть этого праздника? Мы в Евангелии сегодня читали, что Христос пришел на Приполовение Иерусалим. Приполовение, то есть половинка приполовилась. То есть мы прошли часть пути от Пасхи до Пятидесятницы. В Ветхом Завете тоже была Пасха и тоже Пятидесятница. Но с другими смыслами, содержанием. И мы тоже прошли уже половину пути. Это Приполовение в Ветхом Завете называлось Суккот-праздник. Или праздник Кущи, если брать на русском языке. Что такое Куща? Куща – это палатка. И праздновался этот праздник восемь дней. И нужно было евреям покинуть свой дом, когда они праздновали. И поселиться где-нибудь в палатке за пределами города. Совершались и богослужения в храме. Возливалась вода на жертву. Обычно возливался елей. А вот в праздник Суккот, в палатках, возливалась вода. И возжигались над храмом очень большие светильники. Вот, наверное, что-то похоже, как в Питере есть. Вот эти, как они называются? Вот. Очень большие. Было видно со всех концов Иерусалима. С чем это было связано? И вообще суть этого праздника в Ветхом Завете. Для того, чтобы нам понять суть и нового заветного праздника. В палатках евреи жили, когда вышли из Иерусалима. И путешествовали по пустыне. А палатка – это такой нефундаментальный дом. Бесфундаментный. У них даже храм был нефундаментальный. Назывался этот храм Скиния, переносной. То есть Бог путешествовал вместе со своим народом. И вот Господь возжигал, когда столб огненный. Это был знак для того, что нужно было ночью идти народу. Когда Господь создавал облачный столб. Это значило, что нужно собирать палатки и идти днем. И поэтому евреи, когда путешествовали, то они очень хорошо понимали имя Божие. Якве. Часто говорят и Ягова, что не совсем точно. Это имя, которое открыл Господь Моисею. И нужно обратить внимание, что это имя было в глагольной форме. То есть таких имен не бывает. Бывает только в форме существительного. А в глагольной, потому что Аз-Есмь в первом лице, глагол Ясущий, это обозначало, что человек может тогда ощутить присутствие Бога. То есть вот это Аз-Есмь, что он присутствует. Если человек начинает идти за Богом. Поэтому Господь повелел еврейскому народу выйти из Египта. И это движение называлось Пасха. Переход от радикального образа, можно сказать, вернее сказать, радикального на новому образу жизни. Потому что жизнь была евреев в Египте в рабстве. И вот когда они вышли из рабства, они стали свободными людьми. Бог дал им эту свободу. Когда они находились в Египте, они перестали чувствовать присутствие Бога. И вот Господь вызывает вот этой рабской, хоть и фундаментальной жизни, они жили в своих домах. Они уже, по сути, себя осознавали как египтяне, а не как евреи. И поэтому уже отпадали от Бога. И Господь спасает еврейский народ от беспамятства. Конечно, начало этого пути было очень непростым. Потому что были казни египетские. Десять казней египетских. И мы, братья и сестры, тоже бывает так в своей жизни, закосневаем, оказываемся в беспамятстве. И тогда Господь начинает посылать в казнь. Самая страшная казнь, это последняя, когда Господь лишает детей. Когда человек не слышит вот эти девять предшествующих казней, тогда заканчивается самая страшная казнь, когда Господь поражает первенцев. И вот вышли евреи, Господь сохранил первенцев еврейских. А вот египетских первенцев поразил. Вот они видели крепкую руку Божью. Они верили в то, что Бог будет вести их за руку. И в буквальном смысле Он вел за руку еврейский народ. Потому что шел впереди. Это очень важная истина. И поэтому Христос, когда воскрес, Он сказал своим ученикам через жен мироносец, что Он ждет, предваряет сказано, предваряет их в Галилее. Предваряет это значит Он будет раньше там, чем вы. И вы идите туда, потому что приготовлено место для вас. Место встречи, место общения, место радости. И вот Господь идет впереди еврейского народа. Они постоянно срываются с места, живут 40 лет в этих палатках, пущих. И вот очень важно было для еврейского народа постановление Моисеева, чтобы не забывал народ промысла Божия о нем. И поэтому говорил, празднуйте 8 дней праздник пущий. Даже если человек не может выехать, то у евреев даже такая традиция есть. В квартире ставьте палату или на балконе. или где-то за пределами ближайшего своего селения рядом. Но чтобы вы пожили в палатке, чтобы вы вспомнили, что отцов ваших, говорит Моисей, вывел из рабства Египетского в землю обетованную и постоянно промышлял вас, кормил своей рукой. этот праздник называется праздник Софии премудрости Божьей. И вот вы знаете и храмы Софии, вот в частности София Константинопольская. И измерение в Римской империи было византийской империи, но она называлась империя Ромея, это уже ученые называют ее византийской империи. А так это была восточная империя Ромея. И вот измеряем из расстояния от Константинопольского храма собора Святой Софии. Но София имеется ввиду не матери Софии, матери мучениц веры, надежды, любови, а София премудрость Божия, Сын Божий, то есть в честь Сына Божия. Потому что Господь промышлял о мире через Своего Сына. Он и сотворил этот мир Сыном Своим, потому что сказано Господь Слово произносит и бысть. Вначале было Слово. Слово Логос или София это был один из главных храмов и Византии и как преемницы Византии Киевской Руси. Поэтому храм главный Киеве, храм Святой Софии, премудрости Божьей. И в Новгороде, и в Полоцке. Сейчас храмы в честь Святой Софии не называют. Видимо, потеряно вот это чувство понимания важности этого праздника, потому что престольный праздник приходился на приполовение. Сегодня престольный праздник в соборах Святой Софии. То есть другими словами, это праздник для всех путешествующих, праздник всех паломников, но путешествующих не просто бродящих, а путешествующих, которые знают смысл и цель своего пути. Потому что Господь ввел их в обетованную землю. То есть у них была четкая цель. Это не просто прогулка была сорокалетняя, а именно целенаправленное движение, хотя по грехам пришлось им ходить по пустыне. Они как будто ослепли, забыли о том, что они были рабами. И вот все те, кто вышли из рабства египетского, умерли в пустыне, вошли только дети. Даже Моисей не вошел, потому что тоже согрешил и был наказан. И вот Иисус Новин и Халя только два человека вошло в земле обетованную из тех, кто вышел из египетского рабства. И вот сегодняшний праздник, это праздник воды святой. Потому что первым делом, в чем промышляет Господь о человеке, это дает ему воду для утоления жажды. Поэтому евреи, когда вышли из египетского рабства, они, конечно, нуждались в воде. И поэтому Моисей совершил чудо по воле Божьей. И из скалы вышла вода и была утолена жажда. И поэтому в этот праздник всегда освещается вода. Для того, чтобы мы помнили, что Бог напаяет всякое творение. Сегодня, видите, радость, верия для нас, наш праздник под аккомпанемент дождя, который Господь посылает, как милости напоминает нам, что Он промышляет о нас. То есть Он ведет нас по жизни. Поэтому мы должны воспринимать этот праздник именно как промысел Божий, праздник промысла Божия и нашего путешествия по нашей жизни, которое предваряет Господь наш Иисус Христос. Аминь. Продолжение следует...